Продолжение следует... Грузило. Я заранее сделал в нем отверстие. Обычная трубочка из пачупа-чупса. Проволока. Проволока сечением... Но сейчас она еще пока в обмотке. Проволока сечения идет 3 мм. Напильник. Ну, правда, мне не сам напильник нужен, а вот самая ручка. Я ее вот здесь заранее прикрутил в саморез. Ну, ножик, чтобы обмотку сейчас иметь. Пассатижи и круглозубцы. Ну все, сейчас я быстренько обмотку сниму и начнем делать. Так. Все, проволоку мы почистили. Диаметр проволоки у нас получается 2 сечения, 2 мм. Проволока, длина проволоки у меня получается ровно метр. Сложили ее пополам. Теперь, что нам в первую очередь понадобится? Берем круглозубцы и делаем небольшую петельку. Чтоб в дальнейшем можно было удобнее закручивать ее уже в саму проволоку нашу. Так, все, делаем такую петелечку. Все делается из подручных материалов. Теперь берем обычный напильник. Все. Саморез. Закручиваем. Сюда. Чтоб все было затреплено. Поначалу будет сложновато ее накручивать. Но накручивать будем всего лишь до середины. Поехали. Потихонечку накручиваем. Не торопимся. Вон куда. Вот таким тут образом. Такие кормушки в магазине не продаются. По крайней мере, в прошлом году такая кормушка у нас стоила в порядке. Где-то около 150 рублей. Сколько в этом году она будет стоить? Как бы я не знаю. Я так посмотрел. Почему бы самому не сделать? Порастудировал. Там интернет. Тоже так же. Как бы я не буду говорить, что это именно мое изобретение. Это как бы, естественно, это не мое изобретение. Я вот решил просто попробовать и стал делать их. Очень легко делаются. Все. До середины мы докрутили ровно. Теперь выкручиваем. Выкручиваем. МРС. Она уже почти готова. Теперь. Что нам надо делать в дальнейшем? Если у нас витки были в эту сторону, вот так накручивались, тогда вот эти витки будут накручиваться в обратную сторону. Берем так же. Закручиваем ее. Делаем пятерку. Закручиваем саморезик. И снова накручиваем. Накручиваем. Подтянуть надо. Накручиваем. Вот таким образом. Ну, как видите, она у нас закручивается и, получается, будет параллельно. У нее встанет. Параллельно того кольца. Все. Закрутили. Вытаскиваем. Больше нам это не понадобится. Здесь мы, конечно, руками аккуратненько проворачиваем. И вот у нас пружина. Здесь мы, конечно, все подровняем. Вот у нас пружина почти готова. Берем нашу трубочку. Начинаем и вставляем в нашу будущую кормушку. Она туго проходит. Теперь намного раздвигаем. Чуть-чуть. Вставляем туда наш шарик. Который был тоже заранее уже заготовлен. Не буду показывать, конечно, как мы его сверлили. Все, шарик наш туда завалился. Все. Ну, хоть смотри. Теперь дальше трубочку нашу проталкиваем. Почти до самого конца. Одну сторону мы сейчас сразу же запаяем. Чтобы она в дальнейшем у нас не вылетела. Теперь начинаем ее раскручивать. Чтобы она не срастянулась до конца. До сюда. Для этого нам, конечно, понадобится обычная плоская отвертка. И будем по спирали просто проходить и раскручивать ее. Создавать форму. Там, где у нас будут зазоры, мы это все выровняем. Сотирим в дальнейшем. И вот так растягиваем. Постепенно. Постепенно. Делаем там камер помогаем. Здесь мы теперь тоже сразу запаяем. И постепенно вот так вытягиваем нашу кружину. Шарик хорошо ходит внутри. Сейчас все выровну и покажу. Ну, так как у нас кружина получается. На карася, щуку, сазана. В которую будет забиваться прикормка. Или там тесто какое-нибудь. Для чего грузило нам понадобится? За счет того, что будет вымываться от удова прикормка. Чтобы она там сильно не задерживалась. Плюс он так же его не будет сносить никуда. Далеко сильно по течению. Если настоящая водяная, в принципе, так и будет находиться. Вот, в принципе, все. Кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok